Так, коллеги, мы с вами закончили несобственные интегралы. Осталось нам только дать определение того случая, когда особенность у несобственного интеграла не одна. То есть мы до этого все время рассматривали ситуацию, когда правый конец является особенностью, то есть функция либо неограниченная на этом полуинтервале, где А, Б, либо это Б является плюс бесконечностью. Естественный вопрос, что это можно обобщить, для какого случая? Для случая, если у вас на полуинтервале на самом деле сколько? Конечное число особенностей. Вот давайте этот вопрос с вами и запишем. Заключение, прежде чем начать, следующую тему. Значит, определение. То есть мы хотим определить интеграл с конечным числом особенностей. Поэтому пусть у нас А и Б действительные числа, либо, возможно, бесконечности. Правильно? Точки А меньше Б, естественно. И функция Ф определена на интервале А, Б за исключением, возможно, за исключением конечного числа точек. Числа точек. Обозначим эти точки впоследствии цииты. Вот, ну, пока. Вот пусть некоторая точка С, лежащая в интервале, будет называться особенностью нашей функции, да? Будет называться особенностью. Если Ф не является интегрируемой на отрезке альфа-бета, для любого, да, отрезка альфа-бета, содержащегося в интервале А, Б. Такого, что альфа-бета содержит С. Вот так напишу, да? Такого, что альфа-бета содержит С. Ну, может даже лучше написать, что внутри, да? Такое обозначение означает, что может быть концом? Нет, мы не хотим, чтобы именно внутри был. Вот. За исключением. Ну, давайте здесь допишем быть может. Чтобы как бы общее получилось, да, быть может, конечного числа точек. Точка С называется особенностью, если как раз функция не интегрируема на любом отрезке, внутри которого С лежит. Вот. Ну, и то же самое, да, теперь напомним, что будет, если это конец нашего А или Б интервала, да? Тогда точка Б из Р с чертой называется особенностью Ф. вот, если Б, либо плюс бесконечность, да, или для Б, ну, выполняется то же самое. Смотрите, мы можем сказать, что функция интегрируема на любом подотрезке альфа-бета, который лежит в полу... ну, в отрезке А, Б, да. Значит, И или Ф не интегрируема на альфа-бета для любого альфа-бета. Для любого альфа-бета. Для любого альфа-бета. Вот, ну, аналогично для точки А, да. Точки А. Тогда это будет не интегрируема для любого отрезка А-бета. А-бета, да. Тогда что можно сказать? Что если... Такое некоторое замечание, да, с вами отметим, что если функция на интервале не имеет особенностей, да, вот описанных таким образом некоторым, то Ф интегрируема на любом подотрезке, да, значит, если Ф не имеет особенностей на ЦД, да, при таком определении на интервале ЦД, да, то Ф интегрируема на любом подотрезке УВ, где УВ отрезок содержится в этом интервале ЦД. Ну, давайте обсудим, почему, да. Значит, мы с вами... Ф не имеет особенностей на ЦД, да, значит, берем любую точку Х из этого интервала ЦД, и тогда можно спокойно сказать, что Х лежит, да, лежит в целом отрезке. УХ-вая, там, ВХ-вая, значит, Х из ЦД, да, и тогда Х содержится в некотором отрезке УХ-вая, ВХ-вая из этого интервала, да, вот. И раз особенностей нет, то здесь что говорится? Ну, раз она не особенность, то вот можно такой отрезочек выбрать, что будет с функцией Ф. Ну, она будет интегрируемая на этом УХ-вая, ВХ-вая, да? УХ-вая, ВХ-вая. Только так, мы хотим доказать, что Ф... Давайте я вот здесь отпечатаю. Смотрите, мы хотим показать, что Ф интегрируема обязательно на подотрезке, на любом подотрезке. Давайте здесь сразу калантар поставим, чтобы... Раз мы так хотим доказать, давайте и возьмем Х из УВ, а то я... Х из УВ. Возьмем Х, любой подотрезок. Так как особенностей нет, то значит, можно выбрать такой отрезок УХ-вая, ВХ-вая, что Ф на нем интегрируема. Вот, что Ф на нем интегрируема. Тогда что мы можем с вами сказать? Что если мы рассмотрим с вами вот такие интервалы, да, вот такие интервалы, и объединим их по всем Х, вот, то... то можно сказать, что... ну, так как это открытое покрытие отрезка УВ. Вот, здесь даже мы можем утверждать, что Х лежит между ними, да. Все, ну, а тогда, так как УВ компакт, правильно, УВ отрезок и компакт, то значит, из любого открытого покрытия можно выделить что? Конечное подпокрытие, да, тогда взять минимум и максимум из этих концов отрезка УХ-вая и ВХ, да, и рассмотреть их объединение, и получить как раз, что Ф будет интегрировано на объединение этих отрезков. Все, ну, давайте запишем. Значит, следовательно, можно выделить это компакт, да, следовательно, можно выделить бесконечное подпокрытие, подпокрытие, вот, и рассмотреть, и объединяя, да, ну, так словами давайте и запишем, и объединяя элементы, да, этого подпокрытия, только уже отрезки, объединяя отрезки, давайте, да, отрезки из, ну, образованные из этого подпокрытия, да, мы получим, что Ф будет интегрируема на этом УИВе. Отрезки из этого подпокрытия. Получим, что Ф интегрируема, да, ну, давайте словами напишу, потому что интегрируема, на полученном отрезке, содержащем УИВе. Вот, вроде все. Вот, ну, и самое главное, это что касалось особенностей, да, а теперь получается, что же будет такое интеграл, да, что же это будет за интеграл по такому промежутку А и Б, да, на котором конечное число особенностей. То есть так и запишем, пусть Ф имеет особенности, какие, ну, возможно, что это и сама точка С0, пусть их сколько-то, да, и здесь поставим какой-нибудь, не знаю, СМТ, да, вот. Возможно, и сама точка Б является особенностью. Тогда интегралом от Ф от Х ДХ мы будем называть вот такую сумму, да. Что мы сделаем? Ну, представьте, мы с вами умели, да, интегрировать по такому полуинтервалу, да, или вот, например, по вот такому интервалу. А вот здесь какой-то там С1 встретилось, да, внутри с особенностью. То что мне делать, чтобы сказать, чтобы опять свести к известному? Ну, естественно, разбить каким-то образом вот здесь точечками КСИ и рассматривать уже вот такие полуинтервалы и на каждом из них смотреть, что происходит с функцией Ф. Является ли она, да, ну, существует ли от нее несобственный интеграл или не существует. Вот, поэтому мы так и сделаем. Значит, несобственным интегралом, да, несобственным интегралом от функции Ф, да, вот он, будем называть вот такое равенство, да, Ф по АВ называется вот такая штука. Что здесь будет? Ну, вот мы вот эти КСИИТы и добавим. Сколько их будет? Ну, например, да, КСИ1 и так далее, КСИМ. Да, значит, И будет от единицы до М, и здесь будет интеграл от А до КСИИТа Ф от Х ДХ плюс интеграл от КСИИТа до СИИТа соответствующая от Ф от Х. Ой, только давайте тогда здесь тоже напишем СИ минус 1, а то я так. Ф от Х ДХ. Все, а то от А. Ну, ясное дело, что мы и тот, и тот смотрим. Вот, где, ну и поясним, что такое КСИКАТы, да. Где КСИИТы, давайте, КСИИТы, это произвольные точки из интервала нашей особенности. То есть опять СИИ минус 1 на СИИ. Где КСИИТа, произвольная точка интервала СИИ минус СИИ. Смотрите, ну, понятное дело, что формально, да, мы же говорили, что вот это вот должно иметь смысл, да. Ну, а что значит иметь смысл? Ну, он может существовать, может не существовать, но формально могу я записать такой интеграл? Могу, да, записать такой интеграл. Вот важно, чтобы мы так разбили, да, что всё получалось. Значит, все слагаемые суммы имеют смысл в Р с чертой. Значит, называется несобственным интегралом, где КСИИТы такие, и все слагаемые и сумма имеют смысл в Р с чертой. В Р с чертой. Ну, и тогда назовем такой интеграл сходящимся, если сходятся все компоненты, иначе расходящимся. Вот. Значит, при чем интеграл от А до БФДХ называется сходящимся, если сходятся все интегралы, если сходятся все. Ну, помните, сходятся, это именно конечный, да, сходятся все интегралы правой части. Вот. Иначе расходятся. Иначе называется расходящимся. Все. Ну, вот такое. Единственный вопрос, который у нас должен возникать, изменится ли что-то, если мы вот здесь заменим, да, вот мы выбрали один раз точки КСИИТы, а выберем другие точки КСИИТы. Повлияет ли это как-то на значение интеграл, на его сходимость, да, имеется в виду? Ну, помните принцип локализации. Если вот эта особенность, правильно, то вот здесь все равно, как близко я к ней подойду, то есть она может быть, вот эта точка может быть любой точкой между вот этими особенностями СИИТой, СИИ-1 и СИИИ. Вот. У нас по принципу, значит, корректность выбора точек, корректность, то есть выбор КСИИТа не влияет, да, не влияет на значение. Ну, сходящего, естественно. Давайте тогда вот так сделаем. В Баркси это не влияет на значение интегралов в случае исходимости. Ну, в случае расходимости это тоже получается. Назначение интеграла по принципу локализации. Ну, вот так у вас, наверное, может, у кого даже и встречалось, что, например, часто очень на экзамене у нас рассматривается, даётся задача, в которой в качестве особенностей фигурируют две особенности. Левый конец и правый конец, например, бесконечность. Тогда, чтобы исследовать этот интеграл на сходимость, нам нужно что сделать? Разбить его на два. Причём сказано, что любой точкой, если больше особенностей нет внутри, разбивать на два, и каждый из них исследовать в отдельности. И тогда сходится он тогда и только тогда, если оба что? Сходятся. Иначе всё, расходящийся интеграл. Так, всё. Ну, а теперь по аналогии мы с вами можем перейти... Ну, по аналогии. Много чего похожего будет, когда сейчас мы перейдём к числовым рядам. То есть следующий параграф, параграф 9, числовые ряды. Значит, ну, дадим определение числового ряда. На самом деле, значит, пусть у нас дана последовательность, это числовая последовательность, либо вещественных, действительных или комплексных чисел. Вот. Тогда вот такой символ... В принципе, у нас несобственный интеграл-то тоже символ, правильно? Только он имеет смысл в определенном... Мы называем его сходящимся, если он имеет в определенном смысле конечный предел. Так же и здесь символ. Ну, и здесь давайте я пока напишу от единицы до бесконечности. Вы встречались, конечно же, с конечной суммой, но теперь, так как в последовательности у нас бесконечное число элементов, то есть каждому n ставится в соответствии хоть какое-то значение a, n. То этот символ что означает? Что это у нас вот такая бесконечная сумма. Называется рядом, да, числовым рядом. Вот. Тогда вот такое выражение s с индексом n большое, которое является конечной суммой членов последовательности, да, давайте я здесь даже n и оставлю символ. То есть a1 плюс и так далее, и последний a, n. Вот это выражение называется частичной суммой ряда. Ну, так как мы часто будем к нему возвращаться, давайте вот здесь 1 поставим, да, частичной суммой ряда 1. частичной суммой ряда 1. Вот тогда наш ряд 1 будем называть сходящимся, если у последовательности его частичных сумм существует конечный предел. Тогда ряд 1 называется сходящимся, если последовательность частичных сумм имеет конечный предел, да, поэтому я напишу, существует конечный предел частичных сумм s, n, при n стремящемся к бесконечности. обозначим его s, это может быть число конечное или бестойкое, действительно или комплексное, да, причем s большое называется его суммой. s называется суммой ряда 1. Иначе, соответственно, да, иначе ряд 1 называется называется расходящимся. А что значит иначе? Ну, это значит, что в случае, если этого предела не существует или он бесконечный, то ряд называется расходящимся. В случае исходимости, бывает, пишут, что вот сумма ряда есть s. Значит, часто здесь опускают пределы суммирования, если понятно, что это вот n от единицы до бесконечности. Ну, давайте такое маленькое замечание с вами скажем, что, вообще говоря, последовательность, это мы так привыкли нумеровать, начиная с первого номера, правильно? Формально можно нумеровать его последовательности не только натуральными числами, то есть можно и, начиная с какого-то там десятого номера, да, рассматривать последовательность. Можно точно так же и с целого номера рассматривать последовательность. Ну, вдруг такая формула у нас у последовательности, что, в принципе, все хорошо, если я буду начинать там с минус 50, да, эту последовательность, ну, нумеровать с минус 50. Поэтому нужно понимать, что ряд может начинаться не только с n, начиная равного единице, но и с любого m, который может быть целым числом. Вот. Значит, давайте запишем, как это аккуратно записать. Значит, ряд может быть записан... Да, нумерация членов ряда. нумерация членов ряда может начинаться с любого m целого. То есть и с нуля, и с отрицательного. Не обязательно с единицы, как у нас. Так. Вот. Что я здесь еще... Вот, смотрите, называется частичной, и вообще-то даже говорят, n-ной частичной, да, чтобы указать именно. Потому что иногда нам будет важно, до какого номера мы просуммировали. Да, вот когда нам это важно, мы будем говорить там до десятой частичной суммы, да, или там до четной частичной суммы. Вот из-за этого вот можно добавить то номер частичной. Так. И что еще? Вот, смотрите, на самом деле, числовые, исходимость числового ряда и исходимость последовательности всегда можно переходить от исследования исходимости последовательности к исследованию исходимости ряда и наоборот. Да, вот смотрите. Получается, если у нас есть последовательность, да, то есть, поставляется последовательность частичных сумм. Правильно? Теперь вопрос. А можно ли считать, что у меня есть какая-то последовательность, а она, в свою очередь, является последовательностью частичных сумм некоторого ряда? И тогда получается, что мы всегда можем смотреть насходимость последовательности и насходимость ряда как приблизительно на эквивалентные задачи. То есть вот смотрите, еще раз. Пусть у нас S, N, некоторая последовательность. Может ли быть она последовательностью частичных сумм некоторого ряда? То есть получается мне нужно... Ой, последовательностью частичных сумм некоторого ряда. То есть мне задана последовательность. Вот. На нее можно смотреть, как на последовательность частичных сумм. Ряда, у которого первый член это будет S1, второй член это будет S2-S1, ну и так далее. Теперь понятно, что А, N будет S, N минус S, N минус 1. Если я буду теперь ряда из А, N. Ряда из А, N. Здесь я чего-то не подумала написать. Ну, хотя можно и не писать эту сумму. То есть вот он, первый член, второй член и так далее, А, N и так далее. То есть у меня получился ряд из А, N. По вот такому закону он связан с последовательностью S, N, правильно? И тогда его частичные суммы, ну, например, давайте я буду обозначить их А, N, чему будут равны? S, N минус равны. Понятно, да? То есть получается, что у меня последовательность может быть как... По ней может быть составлен ряд, частичная сумма которого она является, и наоборот, да, получается, что если есть ряд, то... То есть и на последовательность мы можем смотреть, как на последовательность частичных сумм ряда, и наоборот, если есть ряд, то у нас автоматом возникает некоторая последовательность частичных сумм. Вот, поэтому и некоторые результаты, естественно, мы будем, что делать? Ну, все через пределы и расписывать, да? Так, давайте разберем пример, да? Разберем примеры ряда, чтобы было... Примеры. Значит, вот пример первый. Вот рассмотрю ряд вот с такой... из таких членов, да? Значит, ну, надо понимать, что, смотрите, у ряда вот этот вот а-н, да, вот это а-н, его и называют рядом с n-ным членом а-н. Ну, это хотите приписывайте, хотите нет, просто надо понимать, что вот эта формула, да, она, ну, это есть n-ный член ряда. Ну, давайте подумаем, сходится этот ряд или нет. Что нам нужно сделать? Нам нужно рассмотреть последовательность частичных сумм с n-ное большое, да? А значит, что... Что посмотреть? Здесь, получается, при n равном единице у нас 1 вторая. Потом что будет? 1 вторая умножаться на 1 третью, да, я вот так и напишу. Поэтому условно можно вот так. Вот. Плюс 1 треть на 1 четвертую и так далее. Вот. Поэтому... Что мы можем с вами вспомнить про вот такого вида сумму? Ну, когда-то мы интегрировали и говорили, что вот если здесь происходит произведение в знаменателе x на x плюс 1, то всегда можно такую дробь разложить в сумму дробей, да? Так вот, в данной ситуации, она не просто в сумму, а конкретно с коэффициентом минус единицы раскладывается как что? То есть вот это, это есть единица на n, как разность. Вот. А тогда получается, что эта сумма есть не что иное, как что? Как 1 минус 1 вторая, плюс 1 вторая, минус 1 треть и так далее. Плюс, ну, последний я бы написала единица на n, ну, а тогда предпоследний будет какой? Единица на n с минусом, а здесь n минус 1. Вот эту сумму ее называют телескопической. Почему? Ну, потому что она просто, вот эти ее внутренние члены уничтожаются, как будто мы собрали все и схлопнули в ноль, да? Вот. Поэтому такого вида суммы называют телескопическими, и мы получаем, что в итоге частичная сумма есть единица минус вот такая последовательность. То есть в данной задаче нам очень легко удалось найти явный вид последовательности частных сумм, правильно? Значит, мы можем по определению сказать, что так как предел при n стремящемся, только вот здесь я n большое должна была писать, потому что у меня здесь n, да? Вот. Ну, и здесь, соответственно, да? Так. Значит, n большое стремится к бесконечности. Боже мой. n большое стремится к бесконечности. К чему стремиться? К единице. Значит, единице и есть вот эта самая s сумма ряда. То есть это пример сходящегося ряда, и причем сходится он и его сумму, нам удалось спокойно найти из теории пределов, да? Вот. Теперь второй важный пример. Это пример так называемого геометрического ряда. Ряда вида z степени n, когда n меняется от нуля до бесконечности. Вот. Ну и специально я здесь использовала букву z, потому что, в принципе, действительно это или комплексное число рассуждений будет неважно. Так, сейчас я давайте вот это уберу, чтобы подсохло. Так, ну что мы с вами скажем? Давайте сначала заметим, что если z равно единице, да, если z равно единице, то это ряд из единичек. Ну и здесь я напишу от единицы до бесконечности. И понятное дело, что частичная сумма этого ряда с n, это есть n плюс 1, правильно, потому что мы от нуля нумеруем в данной ситуации. И она стремится к плюс бесконечности, и значит ряд является расходящимся. В случае же, если z не равно единице, не равно единице, то мы можем с вами n-ая частичная сумма, это как выглядит? Единица плюс z, плюс z в квадрате и так далее, плюс z в степени n. И значит, можно для этой суммы вспомнить, что это есть не что иное, как сумма n членов, только n плюс 1 члена геометрической прогрессии, правильно, и воспользоваться этой формулой. То есть, мне что здесь было важно? Важно, чтобы знаменатель этой прогрессии не был равен единице. Почему? Потому что вот здесь от единицы отнимается знаменатель, помните, тогда здесь будет 1 минус z в степени n плюс 1 или вот такая штука. А теперь-то мы можем с вами говорить, когда пределы с n существуют. Когда существуют? Ну, получается, что если... Да, давайте... То есть, очевидно, что если модуль z что? Меньше единицы, да? Меньше единицы, то значит, мы этот предел сможем найти. Почему? Потому что тогда вот здесь будет стоять последовательность в виде то есть, модуль z в степени n плюс 1 при модуль z меньше единицы, что делает? Стремится к нулю. Правильно, при n стремящемся к плюс бесконечности. Вот. И поэтому получается, что это будет 0, да? Это будет 0. Ну, и здесь вот какой-то z останется. То есть, предел будет единицы делить, на 1 минус z. Это и будет наше самое s с вами. s. Ну, это в случае только, давайте я вот здесь напишу, модуль z меньше единицы. Если же модуль z у нас больше либо равно единице, то вот у нас уже есть один вариант. Смотрите, что мы заметили? Что вот здесь получилась n-ная частичная сумма ряда бесконечная. Если у нас будет там 1 минус 1, не очень понятно, но мы с вами что сделаем? Давайте допустим, то есть есть подозрение, что сходимости не будет. Поэтому, если мы допустим, что сходится, то значит предел s существует, правильно, конечный. А тогда, значит, замечу, что если мы с вами рассмотрим вот такую разность частичных сумм, да, то это будет сумма какого вида? так, стойте, сейчас я, неправильно, не вот такую, а n плюс 1, минус 1, n, все, просто вот так, то это означает, что мы, что здесь просто получим, что n-ный член, а значит, просто-напросто z в степени n, правильно? z в степени n. Вот. И если модуль z у нас равен единице, то эта штука, очевидно, не стремится к нулю, и если модуль z больше единицы, то тоже очевидно, что эта штука к нулю стремиться не может. А если бы сходимость была, то это должно было бы куда стремиться? К нулю, правильно? То есть, если мы допустим, что сходится, то тогда вот эта штука сходится к s минус s, то есть равна нулю, ну а вот эта-то при модуль z больших единиц к нулю не стремится, только вот здесь опять я должна n написать большое. К нулю не стремится. И вот вы теперь себе в копилочку собираете, что вот такого вида ряд является сходящийся. И вот этот ряд, но все вы знаете, что если мы будем рассматривать обычные действительные числа, модуль которых меньше единицы, то это вот тот самый ряд, который обеспечивает сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. И вся ее сумма, мы только что показали, равна 1 минус, 1 делить на 1 минус q. То есть это возможно только если знаменатель этой прогрессии у нас меньше единицы. Во всех остальных случаях это получается расходящийся ряд. Почему? Потому что нет. Так вот мы с вами здесь наперед заодно заметили, что видите, что если бы, мы это запишем как свойство чуть позже, что если ряд сходится, то у него обязательно, что получается, n-ый член стремится к нулю. Это необходимое условие. Ну мы его сейчас оформим. Итак, вот как раз давайте запишем теперь свойства по порядку и получим... Так, что там у нас еще здесь немножко. Первое свойство. Ну первое самое простое и важное, это принцип локализации. Ну я говорила, что очень похоже как и в интегралах, потому что это фактически интеграл, да, это аналог непрерывной суммы. Вот так обычно на это смотрят. Итак, принцип локализации. В чем он состоит? Он состоит в том, что мне, если ряд, вернее, если ряд сходится, то мне все равно с какого номера начинается, да, вот, и как это на сумму влияет. Ну первая, первая, сумма первых каких-то там М членов ряда, она просто добавляется и все, да. Вот, ну давайте аккуратно запишем сейчас эту формулировку, а то я чего-то... Значит, для любого М натурального, да, мы с вами все формулируем для вот таких рядов, правильно? Ну просто, чтобы так легче все доказательства оформлять, правильно? Ну в жизни там может быть. Для любого М вот ряд АН от единицы до бесконечности и ряд хоть на ждать это приноси, АН от М до плюс бесконечности сходится или расходится одновременно. Вот. Ну, так было и для последовательности, и для интеграла несобственного, да, то есть там, где особенность, там вся и проблема. чем ближе к ней приближаемся, да, а то, что до нее это какой-то конечный кусок. Что мы скажем? Ну пока у нас только определение, больше ничего нет, правильно? Раз определение, значит, мы должны рассмотреть Н-ную частичную сумму, да, и посмотреть, что с ним будет для того ряда и для этого ряда. Вот. Так вот, если мы возьмем Н больше М, да, то тогда мы можем спокойненько что расписать? Можем расписать, что сумма Н от единицы до Н большое есть не что иное, как сумма от единички до М маленькая плюс сумма, ну, а Н, естественно, Н от М плюс 1 до Н большое. Все, то есть всегда теперь частичную сумму с номером большим, чем вот эта самая Н, да, которую мы хотим посмотреть, можно разбить на вот такие две конечные суммы. Тогда, если мы Н большое устремляем к плюс бесконечности, то что получается? Получается, что так как вот это есть число, это число, все, это сумма М членов АН, да, вот, сумма М чисел, так как это число, то получается, что вот эти две суммы сходятся или расходятся одновременно. Сходится это, значит, и это сходится, сходится это, значит, и это сходится. Значит, получается, что действительно ряд АН от единички и ряд АН от М до бесконечности, да, сходятся или расходятся одновременно. Ну и заодно, теперь из этого свойства сейчас запишем вывод и тогда значит, я вот здесь допишу такое определение, да, давайте с вами запишем, что вот с буковкой РМ будем обозначать такой кусок ряда, где Н меняется от М плюс 1 до бесконечности. Вот этот вот кусок ряда, его называют М-тым, остатком ряда. М-тый, остаток ряда. М-тый, остаток ряда. Ну а тогда что получается по предыдущему свойству, которое мы только сформулировали, да, что если ряд 1 сходится, сходится, то любой РМ тоже что делает? Сходится, правильно? Здесь же сказали для любого М. Все, мы можем всегда это утверждать. Любой остаток ряда сходится, ну давайте словом напишу, то любой остаток сходится. Так, а вот, и наоборот, если оказывается, что мы нашли кусок, остаток сходящийся, то значит, частичная сумма нашего ряда легко представима в виде вот этого куска и остатка. раз он сходится, значит, и сходится сам ряд. Поэтому для сходимости ряда 1 достаточно, чтобы сошелся хотя бы какой-нибудь остаток, да, существует сходящийся остаток. Существует сходящийся остаток. Можно сделать перерыв, и дальше мы продолжим с вами свойства. Так, ну давайте, свойства второе, да, так, 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 ну вроде да, вроде пока я здесь никакого примера не хотела рассказать, чуть позже, да, да, свойства линейности и необходимые условия. Сейчас мы как раз, так, здесь я просто выписала обозначение, да, чтобы свойства 2 это линейность, опять, если у меня есть один сходящийся ряд и другой сходящийся ряд, то есть они сходятся, альфа и бета это какие-то произвольные числа, действительные, возможно, комплексные, вот, то тогда мы можем утверждать, что и ряд из альфа ан-ная плюс бета бн-ная тоже сходится, давайте я здесь напишу, сходится такой ряд, причем его сумму, естественно, можно записать как линейную комбинацию, вот, ну, здесь уже можно полениться, не дописывать пределы, потому что они ровно такие же, да, все, откуда это следует? Да просто из линейности предела, правильно? Я хочу понять, вот этот ряд сходится или нет, значит, я что должна рассмотреть? n-ную частичную сумму этого ряда, она выглядит как? Как сумма n от единицы до n большое, альфа ан-ная плюс бета b-н-ная, все, такая конечная сумма линейностью обладает, значит, я спокойно выношу вот эти самые альфа и бета за значок суммы, здесь никакого вообще нет противоречия, для конечных сумм все так, а дальше говорим, что, так как это равенство и вот здесь предел есть, альфа, ну, давайте там а большое плюс бета б большое, да, то, значит, автоматом и вот этот предел тоже есть, он ему и равен, а значит, равен вот такой сумме, где а, давайте, это сумма а-ных от единицы до бесконечности, а b это сумма b-ных от единицы до бесконечности, все, стремиться при стремящемся к бесконечности. Так, второе, третье свойство, свойство 3, и вот это вот необходимый, необходимое условие сходимости. Оно нам позволяет сразу быстро приводить примеры расходящихся рядов, да, значит, пусть у нас ряд является сходящимся, тогда мы можем утверждать, что а-н-ный член, то есть последовательность составленная, да, из а-н-ных, что делает? Стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Значит, n-ный член ряда, или иначе по-другому, последовательность, да, из а-н-ных стремится к нулю. Вот, ну, идею доказательства я вам уже показала, что она, так как ряд сходится, то пусть с-эс, это сумма ряда, то есть предел с-н-ных при n, стремящемся к бесконечности, то есть предел вот таких сумм при n, стремящемся к бесконечности, вот, то рассмотрев разность между с-н-ное и с-н минус единица, договорившись, что с нулевое пусть будет равно просто-напросто нулю, да, ну она же никак не повлияет. То есть в принципе, смотрите, для такого ряда у нас только частичные суммы начиная с первой определены, да, поэтому мы с нулевое сами скажем, ну пусть ноль. Тогда вот такая разность, вот такая разность, которая в свою очередь и равна а-н-ное, да, равна а-н-ное. Что делает? Так как предел есть с минус с. То есть ноль. Значит, вот эта а-н-ное стремится к нулю, когда мы н устремляем к бесконечности. Вот здесь я, да, описалась, н большое надо. Н стремится к бесконечности. Все. Так, ну вот, как я и сказала, да, то есть вы теперь смело говорите, что у вас если последовательность из единиц, то ряд из единиц что делает? Расходится. Расходится, да, почему? Потому что н-ный член константа, предел такой последовательности не равен нулю, да. Или, например, если а-н-ные равны n, то есть натуральный ряд в нашем определении, в классическом определении, что делает? Сумма натуральных чисел, да, она, ее не существует, да, расходящийся ряд, потому что н-ный член не стремится к нулю. Так, свойства 2, 3, еще свойства 4, да, свойства 4, да, свойства 4, что мы хотим с вами обсудить? Что если у нас есть сходящийся ряд, то в принципе как бы, ну, логичное свойство какое? Когда у нас конечная сумма, то мы скобки в сумме можем расставлять как хотим. Теперь вопрос, а в ряде можно ли расставлять? Так вот, если он изначально известно, что сходится, то и скобки в нем можно расставлять, как угодно. Давайте запишем, да, теперь, значит, определение. Ну, можно первое свойство стирать. Определим сначала, что значит вот эта самая расстановка скобок, да. Определение. Пусть у нас с вами, да, с n нулевое, да, наверное, начнем. Сейчас, секунду, расстановка. Да. Пусть дана строго возрастающая последовательность натуральных чисел. Строго возрастающая, да, последовательность, ну, здесь получается целых, я ноль включила. Последовательность целых чисел. Можно в скобках написать, написать, не надо писать. Из одного нуля вынуждены сказать, что целых, да. Вот. И пусть у нас, ну, естественно, дан ряд из а-нных, а мы теперь рассмотрим ряд вот такой. Рассмотрим ряд из бкатых, где к меняется от единицы до бесконечности, и бката, есть что такое. Смотрите, а бката, это есть как раз сумма тех членов последовательности, начиная от, ну, вот этого, от, как бы, от следующего номера за n1 и до n2 включительно, то есть, сумма членов, давайте там, не знаю, ажитое, где жи меняется, а вот от nk плюс 1, ой, nk минус 1 до nk, то есть, важно, смотрите, чтобы катый член заканчивается как раз куском, то есть, у меня есть ряд, я пока здесь, давайте отдельно, что-то здесь нет, у меня есть ряд и так далее, да, что я делаю, я говорю, я хочу расставлять скобки, как я должна их расставлять, ну, например, чтобы получилось строго возрастающее, я могу сказать, что я буду брать четные числа, да, а значит, буду что делать, то есть, у меня nk, ты, пусть будет 2, 4, 6 и так далее, так вот, что значит группировка, это значит, что я начинаю, закончить должна, тем самым нкатым, скобку закрыть на нкатая, и взять все до него, до nk минус 1, то есть, если следующие 4, скобку закрыла, а до предыдущего nk минус 1, все члены, что сделала, сложила, в данной ситуации, это означает, что я буду группировать, например, по 2, если я взяла какую последовательность чисел, 2, 4, 6, 8, таким образом, я их сгруппировала по 2, понятно, да, вот, то есть, вот эта штука вам должна, теперь понятно, так вот, такой ряд называется, группировка и ряда окатая, а n, не важно, n от единицы до бесконечности, ряда а n, вот, так вот, свойство 4 говорит, четвертое свойство говорит, это значит, группировка, или расставление скобок, прям напишите, в сходящемся, да, то есть, это аналог расставления скобок у сходящегося ряда, если ряд из окатая, давайте, а n, стандартно, n от единицы до бесконечности, сходится, то тогда, любая группировка ряда, тоже сходится, то любая группировка ряд из бкатых, как единицы до бесконечности, тоже сходится, тоже сходится, ну, это, вот, и эта часть только утверждения свойства, причем, вот здесь давайте еще допишем, причем к той же сумме, а вторая часть, соответственно, хотелось бы наоборот, если вы как-то сгруппируете члены ряда, посчитаете сумму, то можно ли сказать, что исходный ряд что сделал, сходился, да, ну, естественный, любопытный вопрос, что вот, а если вы сначала посчитаете как-то в скобочках, можно ли что-то об исходном ряде сказать, так вот, оказывается, что если у вас вот эти вот, вот эти вот куски группировки являются ограниченным, то есть все время ограниченные куски, вот, например, здесь я взяла что-что, это всегда группирую по два, так вот, если у меня группировка всегда, можно сказать, что не больше, чем какого-то конкретного числа члена, то значит, все хорошо, вот, и так давайте второе свойство, второй пунктик, значит, если nk плюс 1 минус nk меньше либо равно некоторого числа l, то есть, ну, давайте напишем, существует l, да, натуральное, соответственно, что если nk плюс 1 минус nk меньше либо равно l для любого k, то есть, еще раз, да, у меня, я группирую, и в слагаемых всегда, ну, не больше определенного числа членов, да, в скобках, не больше определенного числа членов, обозначили это максимальное возможное число l, вот, то тогда, если, ну, необходимое условие сходимости ряда, если n-ный член, а n-ная стремится к нулю, и группировка ряда, так, и группировка суммой бкатых, k меняется от единицы до бесконечности, где бкатая, есть, ну, в принципе, повторяем определение, просто-напросто сумма всех аитых, да, ажитых, где g меняется от n-k минус 1 плюс 1 до n-k, вот, и группировка сходится, сходится, то тогда мы можем утверждать, что исходный ряд тоже сходится к той же сумме, к той же сумме, к той же сумме, вот, ну, что здесь важно заметить, смотрите, если мы с вами будем обозначать, как и обозначали с n-ная, это n-ная частичная сумма, сумма ряда 1, да, а со звездой, с n-ная будем обозначать n-ную частичную сумму ряда из бкатых, то есть в итоге это будет ряд до n бкатых, да, k от единицы до n, вот, ряд из бкатых, частичная сумма группировки, группировки, то вот давайте на эту сумму еще внимательно посмотрим, что мы увидим, ведь бкаты, это как организовывались? Как сумма всех членов ряда в скобках, правильно? В конечной сумме скобки можно спокойненько убрать, правильно мы с вами знаем? Значит, в итоге это получается, что это сумма членов, а житая, где жи меняется от чего? Если k равно единице, то здесь начинается с чего? с единицы, с единицы, и закачивается чем? Если k равно n, то значит у меня это bn, значит здесь стоит n, и значит здесь стоит n с индексом n, вот так, n с индексом n. То есть получается, что это есть не что иное, как частичная сумма с номером n, с индексом n большое. Ну помните, а для любой подпоследовательности, то есть это в свою очередь опять частичная сумма нашего ряда, поэтому если ряд 1 сходится, если 1 сходится, то следовательно, вот эта подпоследовательность определенная частичных сумм порождается, то есть всеми вот этими частичными суммами, здесь получается, это получается подпоследовательность s n большое. Подпоследовательность n большое. То есть следовательно, s n сходится тоже к s, то есть, а это то же самое, что s со звездой n сходится к s, потому что это оно и есть, это и есть s со звездой n. Мы только что написали. Вот это первая часть, правильно? Это первая часть, и в принципе в ней. Так, что здесь не хочется уходить? Ну ладно, давайте тогда хотя бы на вот эту доску, чтобы не очень далеко было видно. А вторая часть, да, вторая часть, опирается на следующее доказательство, что n-ая частичная сумма s n всегда может быть представлена как что? Я же могу n утверждать, что n всегда либо, что найдется такой k, что n больше либо равно nk, то n меньше, чем nk плюс первая. Что такое nk? Ну, это в группировке, правильно у нас так выбрана последовательность? Так мы группировали. И тогда получается, что s n-ая можно как записать? Сказать, что это идет n-ая частичная сумма, соответствующая вот этому номеру. А дальше мне нужно добрать, если вдруг оно не совпало, добрать просто-напросто членами a nk плюс 1 плюс a nk плюс 2 плюс и так далее. И в итоге у меня здесь будет a n. Вот мы заметим, что вот так. И теперь мы хотим с вами показать, что вот эта частичная сумма сходится к s. Что такое s? s это то, к чему сходится s nk. Группировка, правильно? Раз ряд из bn-катых, для них s nk и будут как раз частичные суммы, потому что это будут вот те самые номера s-кат. То есть вот это, давайте так, мы только что показали, давайте на этой доске, мы только что что показали? Что s n-ая маленькая, с индексом n большой, это и есть s n со звездочкой. Значит, вот эти s n-катые, s n-катые, это и есть s со звездочкой катая. Да, да, еще раз. Еще раз. Со звездочкой катая, которые сходятся к s по условию и приказ, стремящимся к бесконечности. А мы с вами хотим показать, что теперь s n-ая сходится к s. Значит, моя цель, что сделать? Оценить вот такой модуль разности, правильно? Оценить вот такой модуль разности. Вот наша цель, оценить и указать номер. Значит, что делаем? Зафиксируем epsilon больше 0. Наша цель найти номер, что для всех n больше, либо равного этого номера. Вот эта разность будет что? Меньше epsilon. Вот наша цель. Ну, понятно. Так как s n-ая представима в виде вот такой суммы, то, значит, с чем я s сгруппирую? Естественно, с s n-катой. Про это мне сказано в условии, что оно сходится. Значит, я могу наперед выбрать такие номера, ну, по epsilon выбрать такие номера, что s n-катая минус s по модулю отличается, чем меньше, ну, например, epsilon пополам. Дальше у меня остается вот такая сумма а-н-ных, да, а-н-ных. Вот, что можно сказать про количество этих а-шек, да, вот про количество этих членов. Ну, так как у нас группировка, да, количество членов группировки не превосходит l, то, значит, и вот здесь количество членов что? Ну, от 1 до l, правильно? Вот, ну, либо оборвалось все, либо, если хоть один появился, значит, не больше, чем l. А что мы можем сказать? Что мы можем сказать, что все по условию, чтобы у нас а-н-ные стремятся к нулю. Значит, по модулю эти штуки, что не превосходят тоже наперед любое epsilon, да? Ну, а раз их всего l штук, если я возьму epsilon, деленное на l, то, значит, сумма их по модулю не будет превосходить epsilon. Ну, если не надо пополам, значит, epsilon пополам. Итак, что мы говорим? Epsilon зафиксировали. Тогда из того, что S, K-то со звездой сходится к S, да? То есть, группировка ряда сходится, следует, что найдется такое число K натуральное, да? Что для всех K больше... Так, ну, давайте я буду какую-нибудь фигурную K писать, или большое, маленькое, потом его как индекс трудно. Давайте вот здесь какую-нибудь вот такую буду K писать. То есть, для всех K больше либо равна вот этой фигурной K, у нас модуль разности S, K здесь просто со звездой минус S, меньше epsilon пополам. Вот. А из того, что AN-ные стремятся к нулю, то мы по нашему epsilon можем найти такое, например, M большое. То для всех N больше либо равного этого M большое у нас что будет выполняться? Члены будут в последовательности АН-ные меньше, чем epsilon делить на 2L. Вот. Поэтому теперь нам нужно выбрать вот этот номер N большой, начиная с которого мы будем разность оценивать. Ну, понятно, что надо взять этот номер N большой больше, чем вот эта K фигурная, правильно? Чтобы я вот эту могла разность оценить. И дальше. Мне надо взять его больше, чем что? Вот смотрите. Получается, N-ный член, да? То есть N-ный член, N-ный член, он вот он, последний. И начиная с него, они у нас маленькие. Поэтому мне на всякий случай надо, чтобы и вот эти могли оцениваться. Поэтому мы возьмем N максимальный, между чем? Между N фигурная K и суммой N плюс L. Тогда для любого N больше либо равного N. Так, ну все, группировка теперь уже будет не нужна. Мы тут все обсудили. Больше либо равного N. у нас модуль разности S, N минус S меньше либо равно, чем что? S, N и вот тут катая фигурная, правильно мне нужно взять? Так, сейчас я подумаю, если что, секунду, да? Минус S. Так, нам нужно, нет, нам, наверное, надо, знаете, что не так. Надо сказать, что пусть, ну вот здесь же мы сказали, что какое-то K нашлось, да? Так вот, вот пусть это и будет вот то самое K пока, да? Значит, N, еще раз, у нас вот такое NK меньше, чем NK плюс 1. Поэтому здесь пока NK. вот, ну а здесь, естественно, будет модуль A NKT плюс 1, плюс и так далее, плюс модуль A N. Модуль A N. Тогда, получается, просто проверим вот эту разность, да? Она, начиная с какого номера? Для K больше K фигурного. То есть мне нужно только понять, вот эта K маленькая будет ли больше, чем K фигурная. Но так как N больше либо равно NKT, да? То значит, вот эта NKT может быть либо равно тому NK фигурное, либо еще больше, правильно? То есть если N очень большое, то мы уже точно от этого NKT отошли. Вот. Поэтому, значит, NK фигурное меньше либо равно NKT, меньше либо равно N. Вот. Ну, это значит, что K всегда больше, сейчас я, стойте секунду, значит, как там у нас N больше либо равно K. Ну, вроде все правильно. Вот. То есть теперь получается, что у меня K должны быть больше, чем K фигурное. Да? Действительно, так и есть. Правильно? Это же соответствующий больший номер. Значит, вот эту разность можно спокойно по вот этой оценке что сделать? так как это SNK, то есть SK со звездой, оценить меньше, чем ε пополам. Правильно? Ну, а здесь у нас получилось сколько? L членов меньше, чем ε делить на 2L. Ну, их не L, вернее, их меньше, чем L членов меньше либо равно, потому что у нас здесь может быть ровно с первого следующего начинаться, да, и до какого-то куска. То есть вот этот кусок, он обязательно не превосходит L, поэтому здесь меньше либо равно L членов умноженные на ε делить на 2L. Все, значит, вот это меньше ε. Все. Ну, вот довольно важное свойство, да, что вот как группировка теперь для бесконечных сумм. Вот. Ну, получается, что если вы сходите, то вы можете группировать как хотите. Если группируете только конечными скобками, да, одними, ну, каким-то непревосходящим L, то при условии, что n член ряда стремится к нулю, вы можете гарантировать, что вы хорошо прогруппировали. Например, да, ну, и получили сходящийся ряд, Так, значит, что мы делаем? Ага, да, я, а то я в голове начала крутить, давайте пример. Значит, отсюда, сразу, но не здесь, а дальше. Вот это четыре таких свойства, которые мы из определения, да, использовали. Что дальше? очень легко получается критерий Каши сходимости ряда. Правильно? Почему? Потому что сходимость ряда это значит существование конечного предела частичных сумм. А у нас есть критерий Каши существования конечного предела последовательности. Правильно? Вот, поэтому давайте запишем теперь теорему. Теорема критерий Каши. взялась терла, ну, ладно. Теорема первая, да, у нас получается? Пока не было. критерий Каши. Значит, ряд из-за n для того, чтобы ряд из-за n сходился или ряд из-за n сходится тогда и только тогда, когда для любого ε больше нуля найдется такой номер n большое, что для всех n больше либо равных этого номера и для всех p натуральных у нас модуль куска суммы ряда где, давайте здесь напишу какой-нибудь i, i-t, номера а, i-t и меняется от n плюс 1 до n плюс p должно быть меньше ε. Представьте себе, да, еще раз на всякий случай вам напишу. это значит, что есть пределы с n так напишу. Не буду большой n ставить. Мне не важно, что он s, по критерию каши это что означает? Что для любого ε больше нуля, нашелся номер, что и у нас было для всех n и m, ну понятно, что m всегда можно представить как n плюс p, значит, другая переформулировка, для любых n больше либо равных n и для любого p натурального у нас модуль разности от s n плюс p минус s n должно было быть меньше ε. Ну все, если мы распишем вот эти частичные суммы, это от единицы до n плюс p а n, а это от единицы до n а n. Как только я их отняла, у меня получилась ровно вот такая штука. Ну вот здесь а n плохо, давайте я тоже и поставлю. Все, у меня получается ровно вот этот кусочек суммы ряда. То есть получается, смотрите, вот ряд сходящийся обладает каким свойством? Вот какой бы вы кусок, вот начиная с какого там аминента, любые куски ряда, что можно сделать сколько угодно маленькими, да, вот можно сделать сколько угодно маленькими. В принципе, мы уже так, что я вам не привела, какой пример? Не привела пример ряда, я вот сейчас вспоминаю, его часто здесь приводят пример, да, ну и вот еще. Давайте рассмотрим пример, чувствую, что пропустила. Гармонический ряд. ряд. Это ряд вида 1 делить на n, n меняется от единицы до бесконечности, то есть сумма обратных натуральных чисел, да, обратных натуральных. 1 плюс 1 вторая, плюс 1 третья, плюс и так далее. Чем этот ряд так замечательный? Он оказывается расходящийся, но n, а n-ный член у него стремится к нулю. То есть это пример ряда, это очень важный пример, пример ряда, у которого n-ный член стремится к нулю, но он расходящийся. То есть свойство 3, которое мы сформулировали, необходимое условие ряда, сходимости ряда, иметь n-ный член стремящимся к нулю, оно ни в коем случае не является достаточным. То есть вот этот пример надо было там привести, да, вот. В принципе, мы с вами уже знаем, да, как можно расходимость ряда доказывать. Допустить, что сходится, и значит, разница должна бы стремиться к нулю. Так вот, здесь два способа. И эти критерии Каши там почти что спрятаны, да. Значит, я рассмотрю вот такую частичную сумму минус вот такую. По сути, это означает, что я найду сейчас вот такой кусок, который нельзя сделать меньше епсилон, да. Вот. Что это за кусок? Получается, это кусок, в котором здесь стоит единица на n плюс 1, единица на n плюс 2, плюс и так далее, единица на 2n, большое я здесь использую. Очевидно, что так как это все числа положительные, да, то можно оценить их снизу, самым, эту сумму, заменив все числа на самое маленькое, то есть на 1, 2. Заменяю каждое число дробью единицы делить на 2n, а их здесь ровно n штук. Значит, я получаю n и получаю 1, вторую. Что это означает? Это означает, смотрите, по необходимому условию, если бы ряд сходился, то вот эта сумма, что бы делала, стремилась к нулю, а она у нас всегда больше 1, 2 стремиться к нулю не может. По критерию Каши это означает, что нашлось такое число епсилон равное 1 и 2, правильно? Что какое бы n я ни взяла, то всегда найдутся такие n, какие? Ну, в данном случае n равное n большое и p равное чему? Тоже n большое, правильно? Потому что p плюс n даст 2n, а само n мы за n берем. Вот. что модуль разности s2n минус sn оказался больше либо равен 1 и 2. Больше либо равен 1 и 2. Все. Поэтому вот тут как бы, как хотите, хотите, говорите, что это отрицание критерия Каши, тогда формулируйте вот аккуратно епсилон, m и так далее. А хотите, скажите, что если допустить, что есть сходимость, то значит, необходимому условию это будет противорить. не необходимому, а противоречит сходимости будет. Вот это стремится к s, это к s, значит, разница тоже к нуду. Вот. По сути, это доказательство части, но неважно. Нам доказывать-то не надо, потому что мы просто применили критерий Каши предела последовательности. Поэтому ничего доказывать мы не будем, и рассмотрели пример. Все, этот пример надо обязательно знать. А теперь критерий Каши позволяет, что нам вести. Помните, в интегралах несобственных мы выяснили, тоже вот так же, рассмотрев критерий Каши, можем теперь сказать, что ряд из модулей, если сходится, то значит, будет сходиться и исходный ряд. Почему? Ну, потому что если у меня ряд из модулей, то вот это кусок, это что я написала модули, что не написала, вернее, не так, правильно сказать, часть Е. Значит, итак, давайте дадим определение и запишем уже, чтобы не забегать вперед, это я все время начинаю вам уже. Определение. Значит, ряд называется абсолютно сходящимся. ряд 1 называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд из модулей, да, ряд из модулей. Вот. Если ряд из модулей расходится, а сам ряд сходится, да, и здесь сам, вот, то тогда 1 называют условно сходящимся, 1 называют условно сходящимся. Ряд. И следствием критерия Каши, вот то, что я все пыталась вам уже сказать, следствие из критерия Каши говорит, что всякий абсолютно сходящийся ряд обязательно сходится. значит, сходящийся ряд сходится. Ну вот здесь давайте я напишу сходящийся, а то сокращено так, что не поймешь, да, вот. Поэтому, если ряд сходится абсолютно, то по критерию Каши у нас что получится? Для любого эпсилен больше нуля найдется номер, ну, давайте здесь, что для всех n больше либо равного n, и для любого p натурального у нас кусок суммы ряда из модулей Акатая, да, напишу, К от n плюс 1 до n плюс p. Вот, так вот здесь модуль сверху мне ставить уже не обязательно, правильно? Поэтому я могу его не писать и напишу, что он меньше эпсилен. А дальше получается, что для этого эпсилена и для этих номеров я рассмотрю теперь, какой кусок. Рассмотрим модуль суммы исходного ряда и от n плюс 1 до n плюс p. Так как модуль конечной суммы не превосходит суммы модулей, правильно? n плюс p. Вот. То, что мы получаем, что для любого эпсилен больше нуля нашелся номер, что начиная с него вот это все меньше эпсилен. Но так как это неравенство выполняется только в одну сторону, правильно, то мы только и можем здесь записать это как следствие. Из абсолютной исходимости следует исходимость. Почему? Мы смогли обычный кусок ряда по модулю оценить куском ряда из модулей и значит оценить эпсилен. Все. Так. Это к чему ведет? Это ведет к тому, что мы с вами теперь некоторое время будем заниматься только какими рядами? Рядами с неотрицательными членами. То есть получается, что раз нам большой пласт дает вот это следствие, абсолютно сходится, значит, сходится, значит, нам нужно сначала научиться исследовать какие положительные ряды. Если мы положительные сможем, то значит, исследуя ряд из модулей мы уже часть рядов абсолютно сходящихся скажем, что они сходятся. Поэтому маленький подзаголовочек ряды с неотрицательными членами. понятно, что можно, в принципе, говорят, что знакопостоянные ряды, да, вот. Ну, мы начинаем, определили, с каким знаком, все остальное на минус просто домножается, если отрицательные. Ряды неотрицательными членами. Ага, сейчас будет звонок, да? Да, так. Ну, давайте тогда в следующий раз я хотела с вами обсудить еще ту работу, которую вы выполняли тестовую, быстренько, чтобы тут как раз осталось буквально три минуты. Значит, смотрите, поэтому это во вторник, да, начнем с этой темы ряды с неотрицательными членами. Просто не хотела откладывать интегралы, там же у нас были вопросы про интегралы. Первый вопрос был такой, выбрать верные утверждения, да? Первое утверждение, все отрезки обязаны иметь, все отрезки разбиения обязаны иметь одинаковую длину. Ну, конечно же, нет, мы говорили, что разбиение это множество, конечный набор точек иксы, да, такие, что находятся вот в таком соотношении, а то, что какая между ними длина, неважно. Дальше. Интегральная сумма для нестрого возрастающей функции, пусть f, даже строго возрастающая функция, возрастающая функция, тогда вопрос, ее верхняя сумма даргун является ли интегральной суммой? Ну, конечно, да, почему? Потому что на отрезке любая возрастающая функция, во-первых, она определена, правильно, и супремум ее, и инфимум будут равны ровно значению этой функции. Почему? Ну, вот, представьте себе, взяли конец отрезка, какой-то иксы, и тогда у нас какие возможны варианты расположения. да, вот, ой, ну, это не обязательно. То есть, у меня может быть точка вот здесь определена, может быть, вот здесь определена, да, а может быть еще она не здесь, не здесь, а в серединке, но в любом случае это конец отрезка разбиения, правильно? Либо правый, либо левый, поэтому это, вы говорите, мы берем супремум на отрезке, ну, естественно, вы не вот эту точку берете, а вот эту, потому что на отрезке, а на области определения. Здесь берете не вот это значение, а вот это, оно является значением. То есть, функция определена на частичном отрезке, и супремум и есть значение функции на этом отрезке. Значит, является интегральной суммой сумма дорбу для строгого возраста. Это в доказательстве использовалось. Мы с вами просто сказали, что вот так, все. Так, дальше. Был такой вопрос, f интегрируема на отрезке АВ, следовательно, f в квадрате интегрируема на отрезке АВ. Но у нас было свойство, что если две функции интегрируемы на отрезке, то их произведение тоже интегрируема на отрезке. Вот. Естественно, обратное неверно. Другой вопрос был, что на отрезке 0,1 известно, что f в квадрате интегрируема, верно ли, что сама f интегрируема? Ну, конечно же, можно модифицировать функцию Дерехле и сказать, что возвели в квадрат, то есть со значениями минус 1, 1 рассмотреть функцию, да, тогда в квадрате это будет константа, а без квадрата это будет неинтегрируемая функция, поэтому обратно такого не может быть. Так, теперь второй вопрос. Второй вопрос был такой. Сейчас я. Функция f от x, ну, я нарисую ее график, чтобы она была определена на отрезке от нуля до единицы как ноль, а от единицы до двух определена, то есть вот такая ступенька, да, от единицы до двух такая ступенька. Вопрос. Интегрируема ли эта функция? Да, она непрерывна за исключением одной точки, а это у нас достаточное условие. Ограничена и имеет конечное число точек разрыва, значит, она интегрируема. Дальше. Был вопрос, имеет ли эта функция первообразную? Допустим, у нее есть первообразная, тогда, значит, f штрих от x должно быть равно f от x, а эта функция как минимум какая разрывная, правильно? И, значит, в точке 1 равенства быть не может, правильно? Вот. Поэтому нет, эта функция не имеет первообразной, правильно? На всем отрезке 0,2. На меньших вот кусках непрерывности, конечно, есть, да? Дальше. Теперь была определена функция f большой от x, которая являлась интегралом с переменным верхним пределом вот этой самой функции. И спрашивалась, является ли вот это f большой непрерывной? У нас была теорема, что если f интегрируема, то интеграл с переменным верхним пределом обязательно непрерывен. В этом его преимущество. Он как бы исправляет разрывы и дает непрерывную функцию. Вот. И говорилось, что во всех точках непрерывности этой функции верно равенство. Значит, если я вас хочу спросить значение f' от 3 вторых, то вы спокойно говорите, что оно равно единице. То есть в точках непрерывности верно равенство. Все, вы по теореме говорите, что f большой штрих равно значению f от 3 вторых. Оно здесь единица, значит единица. Понятно, да? Вот. Так, третий вопрос. Он включал в себя, была дана вот такая маленькая функция, все, уже быстро. Это тоже интеграл с переменным верхним пределом от корня. Ну, на него все ответили правильно. Значит, спрашивалось, можно ли сказать, что эта функция монотонна, постоянно, строго возрастает, строго убывает или еще что-то. Вы можете спокойненько найти производную этой функции. Да? Был дан отрезок t, так, я записала, нет, ну, там что-то 10 плюс бесконечность или 15, это не важно. Важно, что подинтегральная функция непрерывна на этом луче, значит, интеграл с переменным верхним пределом дифференцируемая функция. И производная его равна чему подинтегральной? Значит, f' от x есть корень из 2 плюс x кубе. Больше либо равно 0, даже больше 0, да? Ну, это, правда, у нас было достаточно. Это что означает, что функция монотонна? Понятно, да? Монотонна возрастает. Так, теперь дальше. Еще вопрос такой был последний. Может ли быть так, что замыкание неизмеримо, да, наоборот, сейчас, те, подождите, само неизмеримо и замыкание тоже неизмеримо? Вот так. У нас было какое свойство? Если а измеримо, то замыкание тоже измеримо, да, и меры у них одинаковые. Поэтому вопрос, а если а неизмеримо, верно ли, что замыкание тоже неизмеримо? Ну, и пример множества а это рациональные точки отрезка 0,1. Мы доказывали, что это неизмеримое множество. Очевидно, замкнув его, мы получим весь отрезок 0,1, а он измерим, его мера единички. Все, ну, вот такие вопросы. Теперь, чтобы у вас не оставалось. Все, спасибо всем за внимание и до свидания. До свидания.